Приветствую вас, давайте для начала с вами пройдемся по вопросам, которые вы задаете, а после я проанализирую ваш текст. Дальше, значит, так, вопрос первый. Действительно ли это общая усталость и апатия или просто я не цепляю, то есть ты влюбляешься в кого-то, если ты влюбляешься в кого-то, много ресурсов, ты успеваешь делать. Значит, вы не уверены в себе, Елена. Я не знаю точно и наверняка, апатия ли это у мужчины или нет, но то, что вы в себе не уверены, это факт очевидный. Вы не уверены в себе, вы не уверены в своих силах, как женщина, и вы достаточно сильно нуждаетесь в человеке. Есть такое, некое детское, я бы сказал, желание быть с мужчиной. Вот, это первое. Второе. Второе. Вы почему-то влюбленность, ну, влюбленность вообще, да, вот как таковую, воспринимаете исключительно под одним ключом, в одном виде. То есть влюбленность, вот только так, как вы ее видите, это самую влюбленность. То есть, тот факт, что она, влюбленность, может быть другой, она может быть по-другому у каждого человека, проявляться. Вы почему-то этот момент опускаете. Из чего я делаю вывод, что вы, вполне вероятно, не склонны к тому, чтобы принимать точку зрения другого человека, позицию другого человека, его, значит, собственное восприятие. Да? Вот. Это тоже важный момент, потому что, если вы хотите устраивать отношения здоровые, то не нужно ориентироваться на себя. Да? Вот. Появление большого количества ресурса, вот, ну, при влюбленности, может быть связано не с хорошим чувством, например, а, например, с тем, что появляется смысл жизни. А до этого, допустим, смысл жизни не было. Или ресурсы появляются, а, потому что, а, человек боится потерять, а, значит, ну, партнера. Вот. Такая история тоже вполне может быть. Поэтому природа, появление ресурсов, она не такая однозначна. И мне кажется, что это исключать однозначно нельзя в данный момент. Далее. То, что касается вашего вопроса. Здесь я могу сказать, что это по описанию, по описанию, действительно похоже больше на апатию, но похоже на травму. Вот это больше похоже именно на травмирование. Что человек, вот, травмирован тем, что ему изменили тем, что его обманули. Ну, его девушка обманула его. Вот. И он действительно чувствует себя подавленным, он действительно чувствует себя истощенным и не готовым к тому, чтобы начинать новые отношения. Потому что он, возможно, в девушку свою вкладывал много ресурсов. Вот. И после того, как она сделала то, что сделала, ему не хочется просто ни в кого вкладывать. Да и время прошло достаточно мало. То есть, эээ... Вы говорите о... эээ... Полугодя. Вот. Эээ... Ну, вы говорите о полугоди. То есть, что... Прошло всего лишь... эээ... Так. Сейчас я посмотрю. Эээ... Сколько. Так. Забыл цифру. Эээ... Так. Вы познакомились в январе. А он, эээ... Значит, расстался за месяц до вашей встречи. Ну, это очень маленький, очень маленький срок. Очень маленький срок. Эээ... То есть, совсем маленький срок. Очень мало. Эээ... Времени... Прошло... Эээ... Значит... Ну, для... Того, чтобы... Ээээ... Новые отношения... Ээээ... Строить. Эээ... Вот. Потому что... Эээ... Измена... Эээ... Любимого человека, это всегда... Ээээ... Травма. И... От травмы излечиваются... Ээээ... Как бы... Эээ... Годами. Вот. И... Здесь... Эээ... В данном случае, я хотел бы сказать, да, что... Ну, нужно, как минимум, несколько месяцев, чтобы человек... Отошёл от этого. Эээ... Вот. Либо... Ему нужна... Ээээ... Помощь... Психолога. Эээ... Вот. Эээ... Если он... По какой-то... Причине не справляется... Сам... То ему... Ээээ... Нужна... Помощь психолога. Эээ... Вот. Эээ... Вот. Эээ... Точно... Могу... Могу сказать... Ээээ... Что... Ээээ... Это очень маленький срок. И... Тот факт, что вы на себя... Ээээ... Примеряете... То есть, ну... Тот факт, что вы... Ээээ... Говорите о себе, да, что я его не сцепляю... Ну, это... Может... Эээ... Свидетельствовать о... Возможно, даже неком... Неком эгоизме с вашей стороны, потому что... Ээээ... Ну, вы думаете о себе здесь, не думайте о нём. То есть, вы считаете, что... Эээ... После... Эээ... 3 лет отношений, да, эээээ... можно вот так, ну, 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 вот так достаточно быстро отойти, вот. Ну, то есть, может быть и можно, может быть и можно, если вы считаете, что можно, никаких проблем, но у мужчины, видимо, всё происходит совсем не так, и вам здесь нужно уважать его позицию, да, вот, не принимая это на себя. То есть, то, что вы принимаете на себя, это, к сожалению, свидетельствует о именно вашей собственной проблеме, именно о вашей собственной заинтересованности в том, чтобы быть, значит, с мужчиной, вот. Но тут важно, 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 конечно, всё же отделять, да, свои желания от того, что актуально для человека, вот. иначе отношений вы адекватных не построите. Это сто процентов, да? Вот. Дальше. Следующее, то, что вы пишете, это, значит, я хочу отделить мой фильтр восприятия от реальной ситуации. Ну, понимаете, я бы сказал, что вы не случайно, вообще-то говоря, написали о том, что вдруг вы его не цепляете. То есть, фильтр ваш, фильтр восприятия, он вот такой, этот фильтр. И у него есть свои, как бы, причины. То есть, есть, может быть, страх какой-то, есть, может быть, ещё что-то. Вот. И всё это, конечно, желательно проанализировать. Вот. Чтобы это не влияло на ваши отношения. Вот. А... Дальше идём. Второй вопрос. Как, в хорошем смысле слова, внушить партнёров, что расставание необязательно, что можно сейчас потихоньку развивать отношения, помогая друг другу переживать, значит, кривис? Ну, здесь нужно сказать следующее, что сама ваша постановка вопроса, да, она уже является, к сожалению, не совсем, корректной. Потому что он, мужчина, в смысле, не может выстраивать сейчас никаких отношений. Он не готов к отношениям. И у вас, соответственно, у вас, на данный момент, также отношений, как таковых, нет. Сейчас. Вам бы лучше это, ну, скажем так, принять, что на данный момент отношений у вас нет. И, собственно, что на данный момент, если вы хотите сохранить с человеком хорошие отношения, вам стоит безоговорочно принимать то, что он готов вам дать. Что бы это ни было. Вам действительно нужно его поддерживать в той, значит, в той части и поскольку вы можете это сделать без ущерба для себя. То есть, так, чтобы вы не ждали ничего взамен, да. То есть, обязательно с соблюдением, как бы, личных границ, да, чтобы вы себе не вредили. Чтобы вы себе не вредили, чтобы вы не наносили себе вред. Чтобы вы с собой не жертвовали. Вот. Общение желательно выстраивать исключительно непринужденно. То есть, без ожидания чего-либо. Вот. И это именно общение, не отношение, а общение. То есть, общение в той позиции, что вы друзья. Вы только личные друзья. Пока что на данный момент. Вы не можете быть чем-то большим, потому что мужчина к этому не готов. Вот. Он явно, явно, явно к этому не готов. Пока еще. Вот. А в целом у меня возникло ощущение, что вы здесь активно продвигаете... Свои желания, свои, вы продвигаете здесь потребности. Вот. В целом такое ощущение у меня возникло. Не особо думая о самом человеке, о том, что он молит, что он хочет, что ему нужно и так далее. Вот. Ага. Я рад, если я ошибаюсь. Очень рад, если я ошибаюсь. Вот. В таком случае я готов извиниться. Но мне кажется, что вы здесь, опять же, думаете скорее о себе и преследуете свои желания. Вот. Дальше. Значит, МЧ говорит... Теперь вот ваш текст разбираем. МЧ говорит, что не хочет отношений с кем, он хочет обидеть один. Это его право, его нужно оставить в одиночестве. Как не навязываясь развивать отношения и вызывать желание продолжать? А зачем? Зачем? Вызывать желание продолжать? Ага. Зачем? Значит, развивать отношения, ведь это делают двое, ну, двое людей. Зачем это делать? Вам, лично вам это зачем? Зачем? Знаете? То есть, мы говорим о вас, как о паре. Или мы говорим о вас, как о, ну, вот, вот, об отдельном человеке, да, об определенном человеке, который хочет построить отношения. Вот. Это важный момент. Нужно еще посмотреть, подходите ли вы друг другу вообще, то есть, провести анализ, подходите ли вы друг другу. Вот. Понимаете? То есть, тут, вот, ваш запрос, в данном случае, да, он, как-то, вот, не совсем, на мой взгляд, корректен. Вот. Вот это же не игрушка, да, ну, вот, мужчина, который, который, вот, вам понравилось, да, и вы хотите с ним отношения строить. Вот. Тут же надо с уважением относиться к человеку, принимать его выбор, а вы выбор его, его уже, получается, не принимаете, уже, получается, вы не готовы относиться с уважением к выбору мужчины. И, на самом деле, если учесть, учесть, что у него, там, не все гладко складывалось с его женщин. Вот. Кстати, это тоже, редко, когда, знаете, бывают случайности, то есть, подобные измены. Вот. То есть, тут тоже нужно посмотреть, что у них, там, произошло, что, вот, она, женщина, его девочка, решила ему изменить. Да. Вот. Дальше. Поднакомились с ней в январе, сразу возникло притяжение, влюблённость, начали развивать отношения. Ну, ну, это Елена. Вот, опять же, как бы, с учётом вашей предыдущей истории, да, с учётом того, что вы, значит, ну, выстраивали того, как вы выстраивали отношения со своим мужем, да, с учётом того, что вы его, своего мужа ревновали. Вот. С учётом того, что вы боялись, что он, ну, что он изменит, что он уйдёт. Вот. С учётом всех этих вещей. Вы же понимаете, что здесь спешить не стоит. Вот. Тем более, да, нужно узнать поближе человека, проверить его, посмотреть как, да. А парень, вы пишите, внезапно, буквально за один день, резко перестал общаться, потому что ему стало некомфортно с вами. Вот. Он испугался той скорости, с которой развивались ваши отношения. Вот. Такое бывает. Он испугался того притяжения, которое у вас появилось, возможно, да. Испугался, что отношения стремительно развиваются, что его опять, значит, затягивает в эти отношения. Вот. Который, который, может быть, он вступать пока ещё не готов. Вот. Понимаете? То есть тут, тут вот нужно очень деликатно подходить к этому вопросу. Очень важно понять, как вы восприняли тот факт, как вы отнеслись к тому факту, что мужчина перестал с вами взаимодействовать. То есть, восприняли ли вы это, значит, ну, например, на свой счет? Да? Вот вы говорите, что я его просто не цепляю. Хорошо. А если вы его не цепляете? Вот если вы его, допустим, действительно не цепляете, да? Что тогда? Что дальше? Что это для вас означает? Ведь может же быть такое, что вы, ну, действительно его не цепляете. Такое может быть. Это вполне нормально. Вот. И вопрос в том, что это для вас значит. Если это значит что-то негативное, то в отношения, в отношения вам еще рано. В отношения вам еще, ну, нельзя. Вот. То есть, может быть вы не до конца, значит, избавились от тех аспектов, которые у вас были, ну, вот, раньше, да, что обуславливало вашу, например, ревность к мужу, а, например, страх его потерять, вот, и так далее. Вот. То есть, тут вот тоже нужно очень аккуратно подходить к этому вопросу, вот, дабы не совершить ошибки, вот. Понимаете? И лучше для вас лучше было бы, если бы вы были, ну, скажем так, максимально независимы в этом аспекте. Дальше. Так. Мы поговорили, он сказал, сейчас у него аппатиков, не хочет отношений, не хочет ответственности, не хочет никого привязывать, давайте надеемся. Да, это правда, это после того, как ему изменили, да, это вполне уместно. Не хочет сложных разговоров, вот это, вот это уже интересный момент, сложный разговор – это оценка, соответственно, сложный разговор несет некую угрозу для, ну, для него, то есть, то есть, для него сложный разговор – это угроза. Вот, угроза ему, вот, тут мне кажется, нужно обязательно рассмотреть, что значит сложный разговор, может быть, вы тоже начали в этом сложном разговоре принимать участие, ну, не обязательно специально, но тем не менее, тем не менее, тем не менее. Вот, если это так, то это тоже нужно, нужно исключить, обязательно. Вот, но сложный разговор, в любом случае, это уже оценочное существо. Сложный разговор, в любом случае, это уже оценочное существо. То есть, нужно понять, что значит для человека сложный разговор. Дальше, значит, не хочется быть обязанным по утрам писать «Доброе утро», не хочется отдавать поддержку, потому что сам не в ресурсах. Ну, это нормально, это вполне, вполне. Говорит, что не успевает от этого опыта сделать выводы и сейчас просто хочется быть сам по себе, это нормально. Значит так, я на ваши вопросы ответил, Елена. Что могу добавить, да, что могу добавить? Вызывает сомнение, что, что у вас сразу возникло притяжение. То есть, понятно, что притяжение вы почти почувствовали от ребенка, да? Ну, нужно еще проанализировать ваш взрослый компонент, нужно еще проанализировать родительский компонент. Вот, ибо все эти аспекты тоже очень важны при оценке совместимости. То, что вы притягиваете друг друга на уровне дитя, на уровне желаний, это здорово. То, что вам комфортно на уровне чувств, это замечательно, но этого может быть мало. Вот, этого точно мало для полнооценных отношений. Потому что любое разочарование, любая проблема какая-то, вот, может повлечь за собой ссоры, скандалы, значит, ну и так далее. Вот, в избежание этого, чтобы не было данных аспектов, надо бы, вот, значит, проверить совместимость, да? Дальше, следующий момент, вызывает сомнения то, что вы восприняли на свой счет тот факт, что, ну, что мужчина, значит, не захотел с вами строить отношения, да? То есть, сделать шаг назад. Вот, вызывает этот факт определенное сомнение, потому что вы с такого впечатления, что спроецировали на себя, значит, его отношения, то есть, подумали, что это вас проблема и что вы его не зацепили. Вот, то есть, здесь есть, возможно, есть какие-то страхи, вот, возможно, есть еще какие-то проблемы, вот, возможно, что-то из прошлых историй ваших перекочевало, да? Потому что, ну, непонятно, насколько вы освободились, освободились от своих прошлых проблем, вот. И последнее, последнее, что внушает опасения, да? Сомнения. Это элемент желания внушить. То есть, вы хотите внушить человеку, да? Причем, ненавязчиво хотите внушить, что отношения там можно развивать и так далее, тогда внушить. То есть, внушить, внушить. Это ваше желание, это ваше стремление. Вот. И нужно, конечно, значит, понять, для чего. То есть, это ваше стремление, это ваше желание. Вы хотите это сделать, чтобы что? Что? Если быть в отношениях, то зачем? Да? Ну и, собственно, так далее, вот, все примерно в таком духе. Вот. На этом все. Вроде бы все вопросы я рассмотрел. Значит, вроде бы, на все ответил, ничего не забыл. Если забыл, то, соответственно, можете написать мне в личку, ну, напомнить, если я что-то упустил, да? Я вам отвечу ещё на то, что вас интересует, потому что, ну, действительно, я действительно мог, значит, забыть что-то. Вот. Надеюсь, что вы сделаете выводы из того, что я сказал, да? Надеюсь, что вы обдумаете хорошо, хорошо то, что мной было раскрыто. Вот. И надеюсь, что подкорректируете свою деятельность так, чтобы не допускать ошибок, которые были совершены вами в прошлом, да? Вот. И так далее. Вот. Я вам желаю удачи. Вот. Я вам желаю удачи. Я вам желаю успехов. Я вам желаю сознательности, потому что понимаешь, понимаешь, что не всегда бывает легко сказать себе нет. Вот. Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться ко мне в личку. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.